Здравствуйте, уважаемые гости нашей встречи! Тема у нас сегодня очень актуальная. Тему, значение которой переоценить невозможно, это тема сердечно-сосудистых заболеваний, это патология сосудов, которая приводит к очень тяжелым осложнениям и уникальный, абсолютно великолепнейший продукт для очищения сосудов, для очищения крови. Продукт, который просто шикарно работает на улучшение реологических свойств крови. То есть, что это такое? Это текучесть крови, это снижение вязкости крови. Это продукт, который великолепно работает при самой разнообразной сосудистой патологии. Я с этим препаратом с 2007 года знакома. То есть, накоплен огромный опыт положительных эффектов при самых разных заболеваниях. Это и гипертоническая болезнь. Это и ишемическая болезнь сердца, восстановление после инфарктов и инсультов, профилактика этих заболеваний. Это облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей. Это сахарный диабет и многие-многие другие. Плюс этот продукт очень хорош для здоровых людей, которые испытывают физические и умственные нагрузки значительные. Но мы с вами сегодня и сейчас поговорим в первую очередь о чем? О том, что вам никогда не говорят врачи на приеме. Вот ни одному пациенту с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и особенно с гипертонией, потому что это самая распространенная патология среди сердечно-сосудистых заболеваний, вот ни одному пациенту не говорят, в чем причина его заболевания. И когда врачи назначают лекарственные препараты, они назначают их, исходя из того, что надо убрать симптом проявления. Но никто не работает на что? На устранение проблемы. Давайте мы поговорим о чем? О том, что огромное количество людей, и мы это видим, особенно на таком методе исследования, как темнопольная микроскопия или же гемосканирование. Если эту лекцию будут смотреть доктора, которые работают с этим методом обследования пациентов, то вот здесь вы, дорогие мои, используя капсулы Кансинь, сразу увидите, как они работают. Почему? Потому что я вам потом покажу, насколько велика разница между начальным состоянием крови у пациентов, причем часто даже еще не имеющих проявления сердечно-сосудистой патологии, и потом через буквально полчаса приема сублингвального капсула Кансинь. Но мы давайте с вами поговорим о чем? Почему у нас возникают у человека такие состояния, как гипертоническая болезнь? Почему? Объясняю. Смотрите, наш организм, наши ткани и наши клетки, они питаются чем? То есть, что им нужно для полноценной жизнедеятельности? Кто знает? Ну, давайте я не буду вас пытать, да? Клетки наши для полноценной жизнедеятельности нужно что? Глюкоза и нужен кислород. То есть, недаром у нас есть артериально-сосудистое русло, то есть, сердечно-сосудистая система. Функция сердца этого нашего насоса прокачивать кровь через все сосудистые русла, через все сосудистые русла, через все сосудистые коллатерали, и, естественно, что функция артериальной крови это принос к клеткам питательных веществ и кислорода. Носителем кислорода является, что? Гемоглобин, да, который находится в эритроците. Ну, вот так вот выглядит кровеносный сосуд, а мы видим красные кровяные тельца, это что? Это эритроциты, и вот эти белые кровяные тельца, это лейкоциты, которые выполняют защитную функцию в нашем организме. Ну, это схематично, конечно. И вот давайте мы посмотрим, что происходит, когда у человека густая вязкая кровь. А если еще у него есть какое-то препятствие току крови, в том числе что? Атеросклеротические бляшки, да? Происходит вот такая ситуация. То есть, вот здесь у нас, там, куда не поступает кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами, это я к примеру говорю, находятся наши с вами клетки. Это могут быть клетки сердца, печени, почек, головного мозга, и они все ждут чего? Правильно, питания. Точно так же, как и человек, да? Если он голоден, он будет искать пищу. А для нашего организма на клеточном уровне питание – это то, что приносит артериальная кровь. То есть, кислород – это где он находится? В эритроцитах. Вот они, эритроциты, приблизительно так они выглядят. И, соответственно, в плазме крови, в сыворочной части крови переносится тоже достаточно большое количество питательных веществ, да? Так вот, что происходит? У нас возникает препятствие, вот оно, да? Препятствие к току крови. И что делает наш организм? Он с целью получения питательных веществ что начинает делать? Пытаться это препятствие преодолеть. Понимаете, о чем я? То есть, когда у нас повышается артериальное давление, это защитная реакция нашего организма, которая пытается устранить кислородное голодание на клеточном уровне. На клеточном и органном уровне. То есть, когда возникает такая ситуация, да? Представим, что вот у нас стеночка сосуда, а вот это вот атеросклеротическая бляшка. И здесь та же самая ситуация. Если у человека жидкая текучая кровь, то она, по крайней мере, через это препятствие хотя бы как-то просачивается. Но если у человека густая и вязкая кровь, имеет место так называемый эритроцитарный сладж, да? То есть, это слепание эритроцитов. Тогда при нормальном артериальном давлении такая густая кровь не может преодолеть препятствия, протолкнуться, да? И за местом препятствия возникает что? Зона так называемой ишемии или кислородного голодания. И, конечно, организм, чтобы устранить это кислородное голодание, начинает включать механизмы, которые будут повышать что? Правильно, артериальное давление. То есть, они будут усиливать функцию насоса, который проталкивает кровь по сосудам. Я понятно объясняю, друзья мои? То есть, что такое у нас этот насос в нашем организме? Это сердце. То есть, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой. Сердце начинает работать с повышенной нагрузкой. Ему нужно больше питательных веществ, потому что, сами понимаете, потребление кислорода мышцей, а сердце – это мышцы, потребление кислорода и питательных веществ мышцей, возрастает, когда идет повышенная нагрузка. Соответственно, если в коронарных сосудах есть проблема, то есть, в сосудах, которые питают сердечную мышцу, а это очень часто бывает, тогда возникает вот такое грозное состояние, как инфаркт миокарда. То есть, не хватает кислорода. С одной стороны, на фоне высокого давления, то есть, давление высокое – это защитный механизм, который должен обеспечить наши с вами ткани и органы кислородом, кислородом, питательными веществами. И в первую очередь, кстати, в регуляцию этой функции включается кто? Сосудо-двигательный центр продолговатого мозга. Мозг очень чутко реагирует на дефицит кислорода, на дефицит глюкозы, на дефицит питательных веществ. И как только этот дефицит возникает, сосудо-двигательный центр продолговатого мозга начинает, как говорят, нажимать на кнопочки, которые будут регулировать артериальное давление, увеличивать нагрузку, то есть, работу сердца, учащать, допустим, сердечные сокращения, увеличивать сердечный выброс, пытаться как-то влиять на тонус сосудов. И начинает меняться что? Правильно, артериальное давление. Но, коль скоро нагрузка на сердце возрастает, то может возникать такое состояние, как ишемия, мы с вами вот видим, да, это коронарный сосуд, довольно приличный по размеру. Если в нем тоже есть холестериновые бляшки, а кровь густая, то происходит что? Правильно, не хватает кислорода сердечной мышцы, и вот в этой зоне возникает очаг ишемии, что называется, что зона некроза или же инфаркт миокарда, который приводит, если вовремя не обнаружить, если вовремя не диагностировать и вовремя не принять меры, то инфаркт может привести к гибели пациента, причем иногда эта гибель от острой сердечной недостаточности, быстрая достаточно, а иногда бывают такие ситуации, когда не выявлена вовремя проблема, человек не соблюдает режим, потому что при инфаркте это постельный режим, это минимальные нагрузки, ограничения нагрузок, и если человек не соблюдает режим, рекомендованный при инфаркте миокарда, то у него рубец не формируется в зоне некроза, или же он формируется, но это соединительная ткань, она, скажем так, не выполняет свои функции, она тонкая, она растягивается, и бывает часто такое, и в моей жизни это тоже было, моя первая рабочая суббота в качестве врача на приеме, она ознаменовалась боевым крещением, к сожалению, таким достаточно страшным, потому что у меня в этот день моей работы умер пациент от разрыва аневризмы сердца, которого в понедельник, то есть через день собирались выписывать, то есть человек пролежал с инфарктом в больнице все положенное время, но он не соблюдал рекомендованный ему режим, то есть он ходил, он вставал, он курил, то есть он делал все, что он делал обычно, а рекомендации врачей он игнорировал, и в результате у него сформировалась аневризма, то есть рубец был очень тоненький, он не сформировался таким, как положено, и то, что называется разрыв сердца, тампонада сердца, излитие крови в околосердечную сумку, и человек, к сожалению, умер, и в данном случае его, но спасти можно человека только в том случае, если у вас рядом операционная, кардиососудистая, когда человека сразу берут в операционную, сразу подключают к искусственной вентиляции лег, да и то, это надо зашить сердце, понимаете, то есть здесь, ну, это мгновенная смерть практически, то есть шутить с этим нельзя, абсолютно нельзя, то есть, понимаете, да, причина какая, густая вязкая кровь и препятствие прохождению крови через сосуды. Еще одним грозным осложнением гипертонической болезни является такое состояние, как инсульт. Инсульт – это тоже инфаркт, только инфаркт ткани мозга. Есть два вида инсультов – ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт – это когда возникает препятствие току крови и прекращает, обеспечивается кислородом, самопитательными веществами та зона головного мозга, которая, как сказать, в зоне которой находится разветвление вот этого приносящего сосуда. Клиника ишемического и геморрагического инсульта отличается, но это не тема нашей лекции, просто вот об осложнениях, да, о том, к чему приводит густая вязкая кровь и атеросклеротические поражения сосудов. А геморрагический инсульт – это инсульт, когда вследствие того, что сосуд, опять же, поражен атеросклеротом, хрупкий, ломкий, на фоне высокого давления сосуд рвется, лопается, и кровь изливается в окружающие ткани. Вот знаете, это вариант того, что человек ударился, у него возникает синяк, правда? В любом месте. Этот синяк, что он болит, естественно, он цветет. Вот этот синяк, вот точно так же он возникает в головном мозгу, это инсульт геморрагический. Просто если синяк у нас возникает под кожей, это не является угрозой жизни. А если вот такое излияние возникает в головном мозгу, то это угроза здоровью и жизни, это нарушение жизни человека. Теперь давайте еще немножко поговорим о том, что, да, вязкоть крови – это понятно, это одна из причин, и еще одна причина, то, о чем мы говорили, это атеросклероз. Почему я сейчас буду говорить о вязкости крови и об атеросклерозе, как о двух взаимосвязанных факторах? Объясню. Знаете, вот холестерин вообще нужен нашему организму. Вы это знаете? Я думаю, что все уже в курсе. Вообще, на самом деле, холестерин нужен нашему организму для синтеза гормонов, биологически активных веществ. И холестерин – это вообще вот тот пластырь, да, это латочка-то, которой организм латает поврежденный сосуд. Просто об этом тоже вам никто не рассказывает. А я вам расскажу очень интересную вещь. Это, опять же, по поводу густой крови и атеросклероза. Смотрите, почему у человека густая кровь? Потому что он мало пьет воды. Воды, друзья, ни чая, ни кофе, да, ни супы, ни компоты, ни лимонады, ни соки. Нет воды. Современный человек воду практически не пьет. Все пьют все, что угодно, но только не воду. А ведь именно вода сохраняет наши ткани в состоянии эластичности. За состояние эластичности сосудов, кожи, отвечает что? Каллоген и гиалуроновая кислота. Это те соединения, которые требуют жидкости. Воды. А мы не пьем. Что происходит? Все структуры, в которых есть соединительная ткань и есть слизистые оболочки и интима, то, что называется интима сосудов, они из-за дефицита воды начинают пересыхать. И на интиме сосудов, то есть на внутренней вот этой выстилке сосудов, начинают возникать микротрещины. Плюс неправильное питание у человека, плюс малоподвижный образ жизни, плюс массу еще вредных дополнительных факторов, а все больше и больше повреждается внутренняя выстилка сосуда, и что начинает делать организм. Вот он, вот этот холестерин, как пластырь, как латку, направляет в места повреждения сосуда. То есть функция холестерина – это закрыть это место, закрыть эту трещинку, закрыть этот разрыв и не дать ему распространяться дальше. Об этом вам тоже никто никогда не говорил. Все говорят, фу, холестерин – это плохо, надо там статины, надо то, надо это. Друзья, да, надо правильно питаться, правильно двигаться и вести правильный образ жизни. И вводить в рацион питания дополнительные факторы, которые будут регулировать уровень плохих и хороших холестеринов. Потому что на самом деле есть хорошие холестерины, которые очень полезны. А все статины, они просто снижают уровень общей холестерина. И хороших холестеринов, и плохих. То есть понимаете, да? Это я к чему веду? Густая кровь – это следствие того, что человек не пьет воду. Атеросклероз – это тоже следствие того, что человек не пьет воду. То есть идет обезвоживание определенное и повреждение внутренней поверхности сосудов. То, что называется интима. И вот в этом месте образуется атеросклеротическая бляшка со временем. То есть мы должны с вами, когда мы имеем дело с пациентом с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь, что сделать? Правильно. Вернуть его кровь в исходное нормальное состояние. И сейчас наши кардиологи, наши специалисты назначают разный спектр кардиологических аспиринов. Говорят, что это для того, чтобы не было густой крови. Опять же, друзья мои, ну как сказать, разумному достаточно. Зайдите в интернет и почитайте аспирин для разжижения крови. Что это такое? Во-первых, аспирин кровь не разжижает. Аспирин является дезагрегантом. То есть он что делает? Он препятствует слипанию между собой эритроцитов. И здесь больше профилактика тромбообразования, чем разжижение крови на самом деле. Понимаете, да? То есть текучесть крови, она зависит от многих факторов, в том числе, например, от снижения уровня тромбоцитов. Но это не значит, что при приеме аспирина кровь превращается в молодую, здоровую и нормальную. Вот в чем дело. И вот здесь я вам открыла очень интересную картинку. Я уже рассказывала вам, по-моему, не один раз, что у нас вот работала специалист, которая проводила такое исследование пациентам, как гемосканирование. Или же это метод исследования крови на темнопольном микроскопе. И вот когда забирается вот эта кровь, то есть это исследование живой капли крови. И там какую-то минуту, две, три мы еще можем видеть живые форменные элементы крови. Да, эритроциты, лейкоциты, макрофаги, которые передвигаются и поедают вирусы, бактерии. Это видно. В плазме крови, в сывороточной части крови врач видит яйца, глист, личинки, глистов, глыбки холестерина. И многие-многие другие элементы. То есть то, что рассказывают коллеги, говорят, что вот этого не бывает, кровь стерильна. Друзья мои, возможно она и стерильна, но яйца в листь в ней есть, дрожжи в ней есть, то есть это видно все, даже можно увидеть, как дрожжи, кандида, она пачкуется и размножается в этой капле крови. То есть все это есть. Но у нас сейчас вопрос какой? То, что врач видит при исследовании таком крови? А чаще всего он видит вот такие вещи. Вот это вот, друзья мои, вот оно, видите? Это называется эритроцитарный сладж или слепание эритроцитов между собой. Это происходит как раз тогда, когда кровь очень густая, вязкая, когда жидкой части крови очень мало, возникают вот такие состояния. Как вы думаете, легко ли протолкнуть такую кровь через сосуды мелкого сечения? Потому что да, есть крупные сосуды, через них еще как-то можно продвинуть эту массу густую. Но когда мы говорим о том, что есть артериолы, есть капилляры, через них протолкнуть такое вот практически нереально. Именно поэтому возникают такие состояния, очень часто, как трофические нарушения при том же сахарном диабете, при том же варикозном расширении вен, но там немножко другой механизм, при облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей, таких как облитерирующий атеросклероз, облитерирующий эндоктерииль. То есть вот вам, пожалуйста, причина. А у нас лечение какое? Как официальная медицина лечит? Она дает лекарства, которые там урежают сердечный ритм, препятствуют выработке там ангиотензина, убирают чувствительность рецепторов в тканях к ангиотензину. Это фактор, который вызывает повышение давления и вырабатывается в почках. Но это же не устранение причины. То есть что происходит в таком случае? Почему? Поймите, да, что если бы эти препараты лекарственные были эффективны при таком заболевании, как гипертоническая болезнь? Человек бы прошел курс лечения и гипертония бы не возвращалась. А она возвращается. Почему? Да все очень просто. Помните, я вначале говорила, что повышение давления – это защитная реакция организма. организм, клетки, органы, мозг должен получить питание, которое приносит кровь. А вот эта кровь вот в таком состоянии, она просто-напросто не может пройти через кровеносный сосуд. Ткани находятся в тислородном голодании. И у нас тут мы, доблестные доктора, назначили гипотензильные препараты, которые, конечно, снизили давление. А как вы думаете, а ткани от этого питания получили, от того, что давление снизили? Нет. Правда ведь? И проходит действие таблетки, проходит какое-то время, и организм опять начинает стремиться повысить давление. Почему? Да потому что голодают клетки, голодают ткани. А все из-за чего? Кровь густая, вязкая, препятствие току крови в виде атеросклеротических бляшек. То есть защитную реакцию нашего организма лекарственные препараты просто убирают. Они снимают симптомы. Они, да, они снижают давление, но причину они не устраняют. И состояние таких пациентов все хуже, хуже и хуже. Понимаете, да? Это я о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Немножечко остановлюсь на облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей. Это тоже следствие атеросклероза. Когда возникают атеросклеротические бляшки в сосудах нижних конечностей, особенно если это достаточно высоко, прекращает поступать питание к тканям. И у таких пациентов очень часто возникают трофические нарушения, трофические язвы, которые могут перейти в гангрены и, естественно, очень частое следствие этого это ампутация конечностей. То есть это очень тяжелое состояние. Кстати, есть такой симптом перемежающаяся формата, знаете, да? То есть это характерный признак облитерирующих заболеваний сосудов нижних конечностей, когда человек не может долго и быстро идти, у него при ходьбе возникают сильные боли в икроножных мышцах, и он вынужден остановиться. И вот чем меньше интервалы между остановками, тем тяжелее этот процесс. То есть это тоже заболевание, которое связано с густой вязкой кровью и возникновением атеросклеротических бляшек. И я не даром об этом говорю, друзья мои, потому что скангсин это тот препарат, который работает при всех этих проблемах. Ну и больные с сахарным диабетом. У больных с сахарным диабетом очень часто и очень быстро развивается, намного быстрее, чем у людей, у которых диабета нет, развивается атеросклероз. Причем этот атеросклероз системный, тотальный, он поражает все сосуды, крупные и мелкие. Но поскольку в первую очередь нарушения питания начинаются от того, что кровь не проникает в мелкие сосуды, которые к конечным отделам, к тканям приносят питание, то и возникают такие проблемы, как диабетическая стопа, как диабетическая нефропатия, потому что нефрон это очень малого диаметра сосуд, это диабетическая ретинопатия, это поражение сетчатки глаза и так далее. Но самое страшное, чего боятся пациенты с сахарным диабетом, это диабетической стопы. Это вот фотография пациентки, у которой вследствие незначительной травмы, это пяточная область, вследствие незначительной травмы возникло вот такое состояние, трофическая язва, которая перешла в гангрену, это уже как бы с нашей помощью, да, и божьей, как говорят, это мы уже дефект почти в половину закрыли. Там вообще был страшный дефект, там вот в этой зоне была видна кость, и всё было чёрное, вот такая была гангрена. Речь шла об ампутации, но мы человека спасли. И в том числе в программе были капсулы консиль. И, кстати, у нас на нашем сайте, да, на нашем канале на Ютубе есть результаты применения, и там есть результат у другой пациентки, не у этой, а тоже диабетическая стопа, там речь шла о высокой ампутации, но благодаря нашим продуктам, и в том числе консиль, нам удалось сохранить человеку стопу, да, то есть там была ампутация, да, но не выше колена. И когда после ампутации, да, то есть я переговорила с коллегой, да, то есть я, дочь этой пациентки, она мне позвонила, попросила поговорить с доктором, доктор оказался очень адекватный, я ему задала один вопрос, скажите, пожалуйста, коллега, вы можете как-то ситуацию изменить? То есть запустить её вспять, да, или же там день-два там сыграть какую-то роль в данной ситуации? Он говорит, нет, я говорю, давайте тогда дадим то, что вот мы прислали, да, дочери, то есть это всё совместимо с лекарственными препаратами, и давайте мы всё-таки немножечко подготовим пациентку хотя бы к вмешательству, и сделаем так, чтобы вмешательство было минимальным. То есть вот эти вещи, вот она, понимаете, вот диабетическая стопа, а это что? Следствие атеросклероза, следствие густой вязкой крови, в том числе при таком заболевании, как сахарный диабет. Ну и варикозное расширение вен, тут немножечко другая ситуация, да, причина возникновения трофических нарушений не в нарушении притока, хотя бывают комбинированные эти вещи, а в нарушении оттока крови от вен нижних конечностей. То есть венозная стенка становится слабой, менее эластичной, клапаны венозные перестают работать, они не закрываются, да, и не могут препятствовать, скажем так, застою венозной крови. А венозная кровь – это кровь с отработанной кровью, да, то есть это кровь, в которой содержится что? Углекислый газ, отработанные вещества, то есть это кровь, которая должна пройти через печень, через легкие, для того, чтобы обогатиться питательными, избавиться от отработанного, обогатиться питательными веществами, кислородом, да, и прийти опять к органам и тканям. А застойная кровь, она, конечно, не дает питания, и вследствие этого тоже возникают трофические нарушения. Я вас порадую, консинь работает и в этом отношении тоже с сосудистой венозной стенкой. Дальше. Ведет сосудистая дистония, тоже показание применения капсул консинь. Ведет сосудистая дистония или нейроциркуляторная дистония, это состояние, когда начинает меняться, когда неправильная регуляция со стороны нервной системы, вегетативной, которая уже от спинного мозга отходит, да, и плюс сосудодвигательный центр сюда тоже немножечко включается. И вот идет неправильная регуляция сосудистого тонуса, и, естественно, тоже бывают самые разные проявления, бывают кардиологические, когда человек испытывает боли в области сердца, бывают состояния, которые связаны с центральной нервной системой, да, то есть это головные боли, головокружение, искачки артериального давления. Просто мы должны с вами понимать, что вегетисосудистая дистония это проблема более молодого возраста, а гипертоническая болезнь и заболевания сердца органические это проблема более старшего возраста. Так вот, что я хотела вам сказать по поводу капсул консей, потому что это очень важно. Еще раз вернусь к моей коллеге, которая делала у нас еносканирование. Она постоянно говорила мне, Елена Алексеевна, вот все люди, которые приходят на обследование, у них у всех очень густая кровь, и я не могу посмотреть состояние сыворотки крови и что там находится, просто потому что я вижу сплошной эритроцитарный сладж, то есть слившиеся эритроциты, то, о чем мы вот говорили с вами, да. Елена Алексеевна, что делать? Надо чем-то кровь разжижить, чтобы я могла посмотреть. И мы тогда тестировали два препарата для таких пациентов. Один из них это салевителин, это аналог аспирина, растительный аспирин. И второй это капсулы консин. Я вам сразу скажу, что доктор салевителин сразу отставила, как и любые препараты аспирина, и она тоже об этом говорила, то есть на самом деле они кровь не разжижают. То есть говорит, нет. А вот консин, буквально через 20-30 минут, после того, как человек рассасывает содержимое капсулы под языком, он приводит кровь к вот такому состоянию, как вы видите здесь. То есть, до приема консин мы видим вот такую картину, иногда даже хуже, когда просто слипшиеся полностью, вот вообще не видно североточной части крови. Вся картинка вот такая, как вот в маленьком этом прямоугольничке. И буквально через 20-30 минут от сублингвального приема капсул консин мы видим что? Мы видим нормальную реологию крови, мы видим нормальную жидкую, текучую кровь. Понимаете? Вот так работают капсулы консин. Не говоря о том, что они регулируют липидный обмен. И у нас есть подтвержденные данными клинических исследований результаты рассасывания холестериновых бляшек на нашей программе, основой которой, конечно, являются капсулы консин. То есть, капсулы просто великолепные. При всех тех состояниях, о которых я говорила, они работают. Давайте повторимся еще раз. При каких проблемах работают и восстанавливают капсулы консин? Конечно же, это пациенты с атеросклеротическими поражениями сосудов, пациенты с гипертонической болезнью. У меня были пациенты, которые с сублингвальным рассасыванием содержимого капсул снимали гипертонический кризис. Это понятно, механизм понятен. Почему? То есть, у человека густая кровь, она не может пройти по сосудам, давление повышено, мы рассасываем капсулу сублингвально, кровь принимает вот такой вид, вот такое состояние и начинает спокойно проходить по сосуду. Естественно, необходимость в повышении давления отпадает, а регуляция сосудистая тонуса нашего, она очень быстро отслеживается центральной нервной системой сосудодвигательным центром. Все очень просто, здесь нет ничего нелогичного. Вообще, медицина – это тоже логичная наука, на самом деле. Просто надо немножко включить клиническое мышление, и тебе будет все понятно. То есть, здесь ясно, это гипертоническая болезнь, это профилактика приступов стенокардии, то есть боли в области сердца, профилактика таких грозных осложнений, как инфаркты и инсульты. Это коррекция состояния у пациентов с облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей, да, то есть это облитерирующий атеросклероз, облитерирующий эндортериит, это диабетическая стопа, это все диабетические ангиопатии, не только диабетическая стопа, да, то есть это проблемы с глазным дном у больных с сахарным диабетом, с сосудами глазного дна, это профилактика такого состояния, как диабетическая нефропатия, то есть это весь комплекс работы со всеми сосудами, которые находятся во всех органах и тканях пациента, то есть это тоже понятно, да, то есть здесь вот при любой сосудистой патологии этот продукт работает, более того, что тоже очень интересно, если вы проживаете в экологически неблагоприятных условиях, и у вас есть какая-то вредность, да, любая, то есть это может быть химическая вредность, это может быть вредность там радиологическая еще какая-то, особенно вот когда мы имеем дело действительно с какими-то повреждающими агентами, вот химическими, да, когда это воздух некачественный, да, вода некачественная, что происходит? Все вот такие вещи некачественные, они окисляются кислородом обычно и выводятся из организма, но когда к тканям кислорода поступает мало, соответственно, что происходит? Правильно, все это остается в межклеточных пространствах и из организма не выводятся. Так вот капсулы консинь, благодаря тому, что они приносят кислород к тканям, они начинают очищать межклеточные пространства и убирать вот это застойное болото, которое есть у нас между клеточек наших. И это отмечают многие пациенты, что в начале приема капсул консинь у них меняется запах пота, меняется всех биологических жидкостей и всего, что выводится из организма. То есть пот, моча, кал, запах дыхания, выдыхаемого воздуха, запах изо рта. То есть начинает выводиться через все органы, фильтры, вся дрянь, которая многие годы лежала в организме. То есть люди, которые живут в экологически неблагоприятных районах, особенно если работают на вредных производствах, подвергаются каким-то химико-технологическим воздействиям неблагоприятным. Для них это нужно абсолютно, даже если это молодой человек, у него нет признаков сердечно-сосудистых заболеваний. У меня есть яркий пример, когда моя коллега, которая работала в химико-технологической лаборатории, когда-то в химико-токсикологической, лет 25 тому назад, она когда начала пить консинь, у нее вот из всего организма через все поры, как говорят, пошли выходить вот эти вот реактивы, то есть она слышала от себя запах вот этих реактивов, с которыми она работала 25 лет назад. Она мне звонила, говорила, Елена Алексеевна, я думала, говорит, муж что-то ремонтирует, там пользуется каким-то растворителем. И только потом говорит, я думаю, что за запах знакомый, а это запах, говорит, вот тех реактивов, с которыми я работала, говорит, 25 лет назад, 25 лет это лежало в моем организме, и благодаря капсулам консинь это вышло из организма. Можете представить? То есть это еще и вот очищение организма на межклеточном уровне, то есть консинь надо включать вообще в этап очищения организма обязательно, потому что это очищение крови, очищение сосудов. Далее, ну то есть мы с вами сейчас говорили о чем? О проблемах каких-то со здоровьем. Но есть еще одна категория людей, которые подвергаются очень сильным интеллектуальным нагрузкам. Это наши дети, это студенты, которые очень сильно устают, которым нужно очень много учить всего, запоминать. А для этого что нужно? Правильно, мозгу нужно питание, и мозгу нужен кислород. И у нас огромное количество студентов и школьников, которые сдают экзамены, они отмечают, что когда они принимают капсулы консинь, а если мы еще витой интеллект добавляем, то у них улучшается запоминание учебного материала, они легче запоминают, они быстрее запоминают, они легко воспроизводят то, что они учили. И это помогает им, что? Правильно, хорошо сдать экзамены. Друзья, у нас вот сейчас ЕГЭ на носу, да, и сессии у студентов. Поэтому это тот продукт, который очень хорош еще и для нашей молодежи. Кстати, у молодежи тоже в виде сосудистых дистоней сейчас масса. Поэтому наши продукты им очень хорошо будут помогать в этом плане. Так вот, наши замечательные капсулы консинь. Вот так работают на разжижение крови, еще раз повторюсь. А слева вот здесь это до приема капсул консинь, то есть это густая вязкая кровь, и справа через 30 минут после приема капсул. То есть это очень убедительные вещи. Еще раз повторюсь, если мою лекцию слушают мои коллеги, которые работают с таким методом исследования, как демосканирование или же темнопольное микроскопие, вы это можете проверить сами. И вы скажете, да, Елена Алексеевна, это просто удивительный препарат, потому что такой быстрый эффект я не видела ни разу за все 30 лет своей врачебной деятельности. То есть, друзья, это нужно, это важно. Консинь шикарный, просто шикарный продукт, это уникальный продукт. С 2007 года, я его знаю, с 2007 года я с ним работаю, я никогда ни на одном продукте больше не видела таких эффектов. и немножечко о тех продуктах, которые очень хорошо сочетаются с капсулами консинь. Для, опять же, для улучшения работы мозга, это витой интеллект. То есть, это что? Плюс консинь, это у нас профилактика инсультов, естественно, улучшение состояния мозга, памяти и прочее, прочее, прочее. Суперантиоксидант. Тоже хорош для сердца и сосудов, это немножко другой механизм, но в сочетании будет работать великолепно. Антиоксиданты, все это очень хорошо. А здесь что? Ликопин и омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты, это еще регуляция чего? Правильно. Обмена жиров. Иммунокардиовид. Шикарный препарат, который тоже улучшает состояние сосудистой стеночки, еще и нормализует иммунитет, еще и обладает легким антипаразитарным действием. Ну и для сравнения, так сказать, напоследок, когда меня спрашивают, сколько это стоит, я всегда задаю вопрос, а сколько стоит лечиться человеку, у которого инфаркт? А еще вот как бы этот страшный вопрос, а сколько стоят похороны? Когда человек просто умирает от последствий сердечно-сосудистых заболеваний. Но чтобы не быть голословной, вот я вам скажу, вот сейчас есть новые поколения тех же самых гипотензивных препаратов. Я специально походила по интернету и набрала новое поколение гипотензивных препаратов, то есть препаратов, снижающих давление. Я вам вот показываю. Вот, пожалуйста. Есть такой препарат, называется он Расилез. У него есть аналоги, если он ему, но это не важно. 28 таблеточек. Стоит 3,5 тысячи рублей на минуточку. Поверьте мне, что капсулы консинь стоят как минимум где-то вдвое дешевле. Есть разница, да? Плюс Расилез и все химические препараты синтетические имеют массу побочных действий, имеют массу противопоказаний, тогда как капсулы консинь безопасны и практически не имеют противопоказаний. Но знаете, как законодательство требует, чтобы было написано, что нельзя при этом у беременных, нельзя детям. Но поверьте мне, что консинь намного безопаснее, чем любой лекарственный препарат, который применяется при сердечно-сосудистой патологии. А вот эффекты его, воздействия на причину развития сердечно-сосудистой патологии, они превосходят все эффекты имеющихся лекарственных препаратов. Вот это я вам обязательно должна была показать. То есть вот что я хотела вам сказать по поводу наших шикарных, замечательных, великолепных капсул консинь. Я действительно в них влюблена, я действительно их очень люблю. И я вам, опять же, чтобы не быть голословной, я вам сейчас дам ссылочку на тот ролик, в котором наша пациентка, Зинаида, рассказывает о результате растворения холестериновых бляшек. Причем этот результат подтвержден доплеровским исследованием сосудов. И вы, кликнув на эту ссылочку, можете ее отзыв посмотреть. То есть это отзыв Зинаиды Знаменщиковой. И еще я вам сейчас сброшу ссылочку на отзыв. Вот помните, я вам говорила, что вот женщина, у которой у мамы был сахарный диабет, и у которой там планировали ампутацию в нижней конечности, и достаточно высоко, потому что была очень серьезная проблема. Сейчас я постараюсь вам найти этот ролик и вам его показать. Не всегда это возможно быстро. На самом деле он у нас есть на нашем сайте. Его можно найти. Не буду сейчас задерживать ваше внимание. Самое главное, что я надеюсь, что из этой лекции вы поняли, что препарат шикарный, препарат великолепный. Препарат по своим терапевтическим эффектам и влиянию на причины сердечно-сосудистых заболеваний превосходит все имеющиеся аналоги. Минимальный курс приема 3 месяца по рекомендациям производителя. Если очень серьезная и тяжелая патология, то, естественно, курс может быть продлен и может быть поддерживающим. Великолепно работает и быстрее работает, если вы сочетаете его, естественно, с комплексом, да, и с системным подходом. То есть, когда вы работаете и с биополем у нас есть эти продукты, когда вы делаете очищение организма, это нужно, это обязательно нужно. И когда вы сочетаете концы с теми препаратами, которые я вам называла, тогда эффект наступает быстрее и он, конечно же, виден, да, более четко. Поэтому, друзья, пользуйтесь, получайте здоровье, говорите об этом замечательном препарате вашим знакомым, показывайте им наши ролики с отзывами, потому что действительно вот это тот препарат, который, может быть, кому-то спасет жизнь. Помните, да, что я говорила, люди сублингвально гипертонический кризис снимали. Поэтому прошу любить и жаловать капсулы для очищения крови, консинь. Это действительно сокровище тибетской медицины. Пользуйтесь и будьте здоровы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...